К нам присоединяется Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил ВСУ. Юрий, здравствуйте. Да, приветствую вас. Юрий, вот менее часа назад закончилась очередная воздушная тревога, которая звучала по всей Украине. Звучала она, потому что в российском небе был запущен миг, который несет ракеты, кинжал. Объясните, пожалуйста, вот эта вот тактика подъема этих самолетов, для чего это делается? Для очередного террора мирного населения? Ну, как видите, это был обычный полет, возможно, тренировочный полет, поэтому мы понимаем, что враг пытается этим образом проводить тренировочные учебные полеты и личного состава. Это летчикам нужна практика. Вторая цель, очевидно, что терроризировать нас этими воздушными тревогами. Они прекрасно знают, что если взлетает МиГ-31К, потому что есть другие модификации МиГ-31, когда они взлетают, то воздушная тревога не оглашается. Вот и 31К, это носитель Х-47 кинжал, тревога будет, поэтому они это знают. Ну и цель обычная, да, бежать в напряжении всю страну и так далее. Ну, тревога была короткая, МиГ никак раньше не отрабатывает полностью топливо. Ну, также ресурсы изнашиваются самолетов, понятно, что полтора часа в воздухе, это типичный был полет несколько месяцев еще назад. Как помните, вот он пока не выработает все топливо в воздухе, не сядет, вот воздушная тревога была полтора часа. Это, конечно же, влияет и на граждан Украины, и на нашу экономику. Ну, с этим уже нужно, как бы, с этим жить, мы в войне живем. Сейчас таких полетов нет полтора часовых, но такие кратковременные тренировочные были. Кроме того, совсем недавно было 7 бортов сразу было поднято и сразу же там посажено тоже через небольшой промежуток времени. Юрий, хотел уточнить, а вот насколько оправданы вот такие полеты? Все-таки машины в это время отрабатывают свой ресурс, который мы понимаем, что он, в принципе, ограничен, потому что Россия не может дальше изготавливать новые самолеты, те же МиГи-31 и там те же Ту-95 бомбардировщики. Насколько оправданы вот именно такие вот запугивающие, что называются, вылеты? Ну, у них есть возможность изготавливать большие самолеты. То есть, вернее, новые самолеты, имеется в виду большие, это самолеты, которые сейчас они даже на экспорт готовят, и Су-34, и Су-35 и другие. Но те самолеты, которые были изготовлены еще в то время, и в советское время в том числе, их есть возможность обслуживания и оборудования, и замены новых запчастей, которые уникальны, которые нигде не изготавливаются в мире. У них есть возможность продлять ресурс этим самолетам. И как бы там ни было, без тренировочных полетов, без того, чтобы их каким-то образом обкатывать, не обойдешься, обойтись невозможно. Поэтому они летать будут в любом случае. В интервью издания «Украинская правда» вы сказали, процитирую вас, беспилотники иранского производства, которые Россия выпускает по Украине, продолжают оставаться проблемой для воздушных сил. Понятно, естественно, что любая ракета, любой беспилотник, который в украинском небе летит по гражданским целям, по мирным жителям, это в любом случае проблема. Но разъясните, пожалуйста, означает ли это, что в основном эту проблему составляет то, что российские оккупанты стали запускать эти беспилотники в больших количествах единовременно, нежели раньше? Да нет, вряд ли. В больших количествах мы помним, когда в новогоднюю ночь и предыдущую ночь прилетело по Киеву фактически 45 дронов, потом 39, уже с первого на второе. Были более 30, около 40 такие были не раз, такие, скажем, массированные атаки дронам Кавикадзе. Но сейчас наблюдается, вот этой ночью было, больше 10 было выпущено, 6 сбито. Пытаются они точечно направлять их в разные участки, на разные маршруты, в разные областя. Таким образом они пытаются прощупать нашу противовоздушную оборону. Ну, естественно, пытаются что-то и поразить. Пытаются, не пытаются, а мы на них тратим боекомплект в любом случае. То есть это комплексная задача, плюс держать нас в напряжении и так далее. Все это решается вот этими, такими надоедливыми, как мухи, дронами Кавикадзе, которые будут постоянно терзать и ПВО, и наше настроение портить. И иногда попадать, даже не иногда, фактически при каждой атаке, к сожалению, не удается сбивать все дроны. И поэтому они будут где-то делать дальше. Дроны Кавикадзе, ну, иранское производство, это не такое уже дорогое удовольствие, как ракеты. Да, их можно заказывать больше, можно размещать производство, как они планируют на территориях других государств или на территории России. Поэтому за этим направлением будет будущее, скажем так, беспилотная авиация показала себя на поле боя. Именно дроны Кавикадзе стаются все более перспективными разработками во многих странах мира. И Украина будет в том числе разрабатывать такие системы. Варьируют ли россияне запуски этих дронов, тактики этих запусков? Прежде всего, потому что мы помним, что были периоды, когда их даже днем могли запустить. Сейчас, по-моему, они только по ночам их запускают. Вот какие именно подходы используют они для того, чтобы, ну, видимо, опять-таки, выполнить свои намеченные цели? Бывают и днем пуски шахедов, бывают в том числе, ну, чтобы застать врасплох, возможно, так, но не массированные. Такие вот именно одиночные по несколько штук могут запускать, ну, как бы проверить готовность нашей продюсерной обороны. Но ночью запускают по одной простой причине 23.30, 23.20, 23.50. Вот это их по киевскому времени, по нашему, запускают такое время, когда уже темная ночь, что затрудняет увидеть беспилотный этот аппарат визуально, применить по нему более-менее дешевые средства поражения, такие как крупнокалиберные пулеметы мобильных огневых групп, тот же ПЗРК, тот же, те же зенитные пушки, так, ЗУ-шки, так называемые. Таким образом, приходится, ну, в идеале, когда там гепард его отрабатывает так, то есть в автоматическом режиме, когда радар его ловит фактически, берет, имеет радиолокационную привязку и уничтожает в автоматическом режиме одной очереди. Ну, где человеческий фактор, тут уже сложнее, поэтому ночью стало вот таким вот периодом, когда чаще всего их запускают, и применяют уже мобильные огневые группы часто, и там такие прожекторы, да, мощные, ну, более мощные, которые могут далеко видеть пробивать, также какие-то лазерные там указатели есть, также тепловизионное оборудование, оптика, что помогает лучше ориентироваться, видеть эти дроны. Российские пропагандисты, Минобороны России после запусков дронов ракет, они рапортуют регулярно о том, что поразили, значит, все цели. Кроме того, несколько раз от них были сообщения о том, что был поражен там пункт, где принимаются решения. В то же время люди, которые живут в Киеве, они ходят по столичным улицам и видят, что, ну, очевидно, что те здания, в которых принимаются эти решения, они стоят целые и невредимые. Как думаете, на кого это рассчитано? Ну, конечно же, лапша на уши россиянам очередная. Тут даже и речи быть не может. Но кто сидит сейчас там в зданиях правительственных и там принимает решения? Это уже понятно. Особенно, когда есть информация о вражеской атаке, когда ревет воздушная тревога, естественно, что в зданиях, которые могут быть подвержены атаке, а их атакуют на шоу Скобеевых, Соловьевых регулярно, там, каждых пять минут кричать, нанести удар по Верховной Раде. Ну, это же, ну, кто будет принимать там решения, ну, если идет о верхних эшелонах власти, есть еще там командование различное и так далее. Тут тоже все, естественно, будут принимать решения не там, где враг-то думает. Поэтому рассчитано все на наивного слушателя, который будет кушать эту пропаганду, ну, похоже, до конца дней своих. Дается ли России, учитывая, что ракетные удары продолжаются, как-то наращивать вот эти вот производственные мощности, этих самых крылатых ракет, в основном, которые используются, за счет чего и в каких объемах? Ну, за счет того, что у них есть поставки. Возможно, был какой-то запас запчастей. Увеличить максимально производство они не смогут по одной простой причине. Это высокотехнологический процесс, и он занимает длительное время. Сама сборка ракеты такой, как Х-101, скажем, или Калибр, занимает довольно-таки много времени. Это фактически крылатая ракета, так как самолет беспилотный. Это очень сложная система, его нужно собирать, перепроверять, разные цехи сборки и так далее, и так далее. Плюс доставка непосредственно до носителей, какие-то еще испытания там. Ну, трудно сказать, тут нужно специалисты более тонкие могут это объяснить, но в любом случае этот процесс не быстрый, не дешевый. Поэтому они будут делать то, что могут. Пропускная способность этих предприятий, даже если они там в три смены работают, как там говорили некоторые специалисты, это десятки, несколько десятков ракет разных типов в месяц. Поэтому используют они тоже немало в месяц. Поэтому что могут изготовить, то будут использовать. Весь фактически тот стратегический запас ракет, который у них накоплен ранее, еще десятилетиями они их накапливали, так и изготовляли. Он использован по нашей инфраструктуре зимой и осенью. Это около, за осень и зиму около 850-900 ракет. Скажите, Иран, Россия поставляет беспилотники в том же количестве, в котором это делал еще полгода назад? Или, возможно, есть информация о том, что это количество изменилось? Меньшую или в большую сторону? Ну, можно это увидеть по перелетам военно-транспортных самолетов из Тиграна в Москву. И потом уже из Москвы видно, как они тоже перелетают, там, грузовые самолеты военные. Ил-76 в частности. И на Краснодарский край, откуда чаще запускают. Поэтому трудно говорить, что в каком количестве возят. Можно судить, то, что перелеты регулярные, это 100%. А то, что запускают практически каждый день, это факт. Значит, есть у противника возможность получать у Ирана это вооружение. И тут есть рецепт от этого, ну, и от дальнейшего эскалации. Нужно все-таки мировому сообществу принимать конкретные шаги и к тем странам, которые помогают России этим смертоносным оружием. Потому что мы понимаем, что останавливаться Россия не собирается. И нам нужно, кроме того, чтобы санкционно давить всех, кто помогает России в спецсмерть. Ну, и кроме этого, нам нужно противодействие искать от этих шахедов, более дешевое и более эффективное. Путин заявил о том, что российское тактическое ядерное оружие будет в Беларуси уже в июле. То есть, меньше, чем через месяц. Скажите, что это означает для Украины, что это означает для Беларуси и для России в том числе? Я бы сказал, что это больше означает для стран Запада разместить поближе к странам НАТО что-то ядерное, что-то тактическое, нетактическое. Главное, чтобы было слово ядерное. Не более чем такой шаг пропагандистский, который должен влиять на страны Западу и так далее, чтобы угрожать им таким образом. Потому что мы уже в зонах дофигаемости в Беларуси. Понятно, что белорусский режим не получит никакого доступа к этому оружию, скорее всего. Поэтому то, что они переместили, это просто такой жест попугать в дежурный раз. Хватает ли Украине системы ПВО, которые предоставили партнеры? Я понимаю, что это вопрос риторический, но тем не менее. Ну, конечно же, не хватает. Нам не хватает ни тех средств, которые у нас остались еще с запасов советского вооружения. Именно БУКМ-1С-300, основные комплексы, которые сегодня защищают наше небо. Партнеры передали практически всю номенклатуру, которую нам обещали. Осталось там САМПТИ, да. Ну и АФ-16, конечно же, это тоже часть ПВО. Поэтому этого вооружения по номенклатуре уже есть достаточно много, включая ПВО сухопутных войск. Но его количества крайне мало для того, чтобы усилиться еще лучше, еще больше. И чтобы покрыть те необходимые направления и большие города. И полностью в результате заменить старое советское вооружение, которое уже тоже на грани возможностей работает. И без уникальных запчастей, без боекомплекта оно будет, ну, сами понимаете, будут проблемы. Поэтому нужно ускорять помощь Запада, к тому же предоставляли побольше систем. Юрий, спасибо, что нашли время с нами поговорить. Со спикером командования Воздушных сил, Вооруженных сил Украины Юрием Игнатом говорили о ракетных обстрелах Украины российскими оккупантами и о защите украинского неба. КОНЕЦ.